Друзья, извините, что я одет в такую рабочую форму, совершенно непотребную для разговора с таким вот интересным человеком, как Лев Зусман. Друзья, прошу любить и жаловать, это Лев Зусман. Что? Спасибо за представление. Так, поздоровайся, Лёва. Да, для меня это впервые, поэтому я немножко не привык, и уже буду привыкать. Меня зовут Лев Зусман. Кто меня знает или кто не знает, сегодня будете что-то узнавать. Друзья, у меня с Львом очень много интересных вещей, много интересных вопросов. Я знаю, что Лев живет в Кишиневе на улице Иринопольская, которую он называет... Иринопольская. Иринопольская. Заметьте, как ставится ударение. Лев, сколько тебе лет? Мне? Ну, исполнилось 68. Да, 68, а мне 57. И так как я вырос тоже где-то в районе Иринопольской, и наша вот компашка была Иринопольская, которая постоянно дралась с ребятами с Иринского рынка, то, видимо, поэтому мы с тобой и не пересекались где-то, потому что у нас все-таки в этом возрасте 10 лет это серьезно, да? Мы не пересекались, потому что я жил в другом городе. А, вот она. Я не Кишиневский. То есть у нас с тобой эстафета, переданная Калдаре с Иринопольской, передал эстафету Льву Зусману с Иринопольской. Да, до этого жил во Флорешках вообще, пока попал в Кишинев. Лев, скажи, пожалуйста, а вот если бы кто-нибудь тебе сказал, Илья Зусман с Иринопольской, ты бы как к нему отнесся, нормально? Ну, да. А вот если бы кто-то тебе сказал, Лев Зусман с Гога, с фашиста Гога, вот так даже. Ну, это не моя прерогатива, я не согласен с тем, что ее так назвали. Вот, но... Обиделся бы. Я не то, что обиделся. Здесь вопрос в том, что я могу проживать на Гога, но я не ссык Гога. Вопрос в том, что как ставить вопрос, значит, именно по проживанию. Я проживаю, значит, сегодня это называется урюзская Гога, против которого я имею, значит, свое мнение, что это неправильно было назвать так это. А то, что фактически физически я там проживаю, да? Друзья, исключительно тонкий, элегантный, еврейский ответ. Я хочу вам открыть маленький секрет. Этот милый человек, приятный человек, очень-очень хорошо, по моему мнению, разбирается во всех тонкостях такого чудесного слова, как бальзам, бальзамический уксус, бальзам, как диджестив, диджестив, да? Бальзам, как аперитивчик, бальзам, как просто приятное времяпровождение. Лев, расскажи, пожалуйста, почему... Я просто уже некоторое количество лет общаюсь с Львом. Скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, что многие бальзамы, которые на сегодняшний день продаются в торговой сети, не должны так называться? Ну, вопрос в том, что это называется так, все, что содержит травы, там, цветы, плоды, почки, там, корени, значит, это все какие-то отвары, это настои, там... Настои на спирту, на коньякен. Да, значит, на спирту, да, значит, на чем бы они ни были настоины, значит, но когда их называют бальзами, только потому, что там много видов этих, там, различных этих трав, лекарственных, растительных, там, это на самом деле не имеет значения. Там, значит, наличие, там, значит, ингредиентов, их может быть 5, их может быть 10, их может быть 30, их может быть больше. Если взять бальзамы, которые есть, где имеют там 24, вот, вида, где имеют 36, где имеют... Ну, вот самый известный бальзам, который известен, ну, во всем постсоветском пространстве, это рижский бальзам, да, он был самым элитным. Рижский бальзам, он известен здесь, но есть, я думаю, что еще не менее известный, это немецкий... Не-не-не, я говорю, в постсоветском пространстве, да. А, в постсоветском, да, конечно. Так вот, рижский бальзам, он ведь не содержит того самого важного ингредиента, о котором ты нам сейчас расскажешь. Нет, он содержит как раз. Он содержит смолу. Да, в рижском бальзаме это и есть. Только он назван под другом имени, потому что я когда посмотрел, то есть, они его, значит, назвали ведь, автор-то этого бальзама конца, вот, там он был еврей по национальности, да. Да, ну, да. Так это случилось, это такое бывает. Да не может быть. Да, потому что, когда у Екатерины, у нее там постоянно были боли, там, кишечные, так, так. Вот, и были колики. И он дал, значит, испить этот бальзам, и ей это очень помогло. В смысле, императрица? Да. Вот, и после этого, значит, он получил разрешение от императрицы, значит, на производство. Поэтому, значит, он так и назывался тогда бальзам кунце. А потом это уже перешло в рижский бальзам, потому что появились потом еще другие, и, значит, ну, после этого, значит, потому что, ну, потом, так сказать, он... А чем отличается нынешний состав и рецептура нынешнего рижского бальзама от своего прародителя бальзама кунца? Ну, я не знаю, наверное, надо будет спросить у маркетологов, чем он отличается, потому что... Нет, ну, у меня есть рецептура. У меня есть рецептура всех бальзамов, которые производили. Они его сейчас везде изменили, потому что у них же был один базовый, а сейчас появились, значит, эти бальзамы, которые они там добавили, соки, там черничный, там еще одно, то есть они их разнообразили. И получили уже, значит, уже другие напитки тоже. Так скажи, в рижском бальзаме содержится смола деревьев? Я не знаю, как сейчас содержится или нет, потому что потому состав, как я сейчас читал, оно сейчас не содержится. Потому как там, то, что я увидел, там, значит, вот название есть, значит, это... В екатерининские времена. В екатерининские, да. То есть оно было написано на русском, но, значит, еврейское слово. Какое? Вот. Я сейчас... Ну, я могу посмотреть это примерно сейчас. Сейчас это... Ну, если это будет долго, то неважно. В общем-то, сам факт. То есть оно было в рецептуре прописано. Оно в рецептуре было, значит, но у меня есть подозрение другое, что, значит, то, что там есть, по-моему, это я просто не помню это слово, оно, мне кажется, обозначало гвоздику. А вообще сам бальзам, который обозначен здесь, в еврейском, он обозначится кетер. Кетер – это корона. И кетер идет на первом месте. И вот поэтому здесь вопрос в том, что бальзам, это, значит, идет на первом месте. Он переводится на иврите кетер. Значит, кетер в переводе на русский – это корона. Вообще там еще история другая. Я уже потом посмотрел еще. Подожди, а корона – это что, смола? Нет, корона – это другое. Там, получается, что входит 11 видов... А, корона – это состав из группы... Нет, 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 нет. Я, чтобы вас не запутал сейчас, корона – это имеется в виду другое сейчас. Первое, давайте будем говорить так. Состав – это бальзам. Так. Перевод слова «бальзам» на иврите – это, значит, там это было кетер, который, значит, то есть это в то, что входят бальзамы. Потом это будет определение, там, значит, раввинов, что такое бальзам. Но что такое идет третье обозначение – это сфера, это оболочки, которые идут, значит, вся наша жизнь, она построена там из того, что кетер – это корона, там, значит, гвура, там, значит, там есть, значит, хэс, это там, милосердие, ну и так далее. То есть есть один из этих этих определений, которое обозначает из них 10 оболочек сферы. Вот это то, что это имеет регулированный смысл, и это еще смысл того, что это состояние людей, как это все проходит. То есть это духовная часть. Мы говорим про физическую часть, что там должен быть бальзам, потому что есть высказывание Равина Гамлеэля, где он говорит о том, что такое бальзам – это смола бальзамных деревьев. И тут уже эта смола может быть… Ну, подожди, но ни в Риге, ни в Молдавии не растут вот эти деревья, которые растут в Эфиопии. Там не сказано, что, значит, должно быть, потому что там, значит, дерево могло быть ладан. Ладан, да, Эфиопский. Да, значит, могло быть то, что там, не знаю, сейчас называют там перуанское масло, это там бальзамное, значит, я не знаю, что такое перуанское масло, но то, что касается, что есть разные виды деревьев, которые они считаются… То есть то, что выделяет смолу, там кедр, сосна, они выделяют. Они тоже относятся к роду бальзамных деревьев. То есть именно состав, который должен быть, чтобы он включал в себя… Следует ли это, что в обязательном порядке… Вот пока ты будешь прикреплять микрофон, я продолжу вопрос. Следует ли из твоих слов, что в обязательном порядке в бальзаме должна быть смола… Прекрасно, прекрасно. Должна быть смола одного из этих деревьев или нескольких деревьев? Хотя бы одного должна быть. То есть, значит, при обозначении бальзам это обязательно должен быть хотя бы один ингредиент, который относится к роду бальзамных деревьев. Потому что иначе это получается как? Мы можем это обозначить, там, 50 видов трав. Ну, возьмите это Игорь Мастер, да? Вот. Игорь Мастер, он имеет 56 видов. Но там нет ни одного, то, что касается именно бальзама. Поэтому его можно давать великолепный, там, травяной сбор. Это, значит, настой, да? Там, значит, он… Может быть, значит, травы тоже речи, но это не категория бальзама. Мы с тобой говорим по-русски или на русском языке. И в русском языке определение бальзама не включает в себя обязательную составляющую часть смолу. Не включает. Я просмотрел и более внимательно, потому что я тоже, в некотором роде твой коллега, я тоже занимаюсь разработкой бальзамов. И сейчас работаю над чудесным ореховым бальзамом с черноплодной рябиной, с коньячным спиртом, ну, масса чего всего там. Поэтому я отношусь к этому вопросу достаточно трепетно и подхожу так, с позиции системного подхода. Ни в одном определении и ни в одной рецептуре бальзамов, которые производились в Советском Союзе, при том, все эти технологии, они были для служебного пользования, слегка засекречены. Нигде нет смолы. Ну, она есть, просто она не везде указана. Например, сейчас есть белорусский бальзам, выпустили. Вполне возможно, сейчас в нынешних есть. Но я говорю о тех, которые производились в Советское время. Окей, да. Но сейчас, если мы говорим о бальзам, что такое бальзам? Бальзам – это греческое слово, но означает лечебный. Поэтому вопрос в том, что кто что в это вкладывает. Кто вкладывает это, что это трава, и она лечебная, справедливо, да, относится к переводу с греческого. Мы к этому относимся по-другому. Мы это, я говорю, значит, про еврейский подход, о том, что, значит, бальзам обязательно должна себя включать в смолу бальзамных деревьев. И почему? Потому что это связано. И если говорить о том, что распределение этих сферот, вот это то, что, значит, все эти оболочки, то, что касается нашей жизни, это все то, что, ну, это могущество, это милосердие, это там и так далее, и так далее, все это. Бальзам переводится как корона. Вот это идет керет, это корона. То есть это основа. Да, Олев, ну ты понимаешь, вот смотри, мы психологически пришли к тому, что бальзам – это густой, тяжелый, достаточно крепкий, сладимый напиток. Если я сейчас образно так дал классовую характеристику вот этого вот напитка. Но в Греции продается сухое, белое вино, в которое специально добавляют смолу, чтобы появился вот этот специфический бальзамический оттенок во вкусе, особенно он появляется в послевкусе. И это вино в Греции пользуется достаточно высокой популярностью. И вот что интересно, мы можем в таком случае, с позиции вот уважаемого еврейского подхода к этому вопросу сказать, что и сухое вино может быть бальзамом. Ну, насчет вина, там вообще это немножко другая история, потому что тут еще подход другой. Потому что все, что связано с виноградом, это имеет еще… Ну, я сейчас не буду в это вдаваться. Вопрос в том, что, значит, кто во что вкладывается. Если мы говорим о том, что перевоз греческого – это лечебное, то это можно, значит, так же это и подавать. Но если мы говорим о том, что это и лечебное, которое имеет еще более высокую ступень того, что, например, значит, ну, если не дать бальзам, то нельзя было сохранять тогда в свое время покойников. Только за счет этого сохраняли. Да, бальзам. Потому что, в том числе, в том числе, в том числе, бальзамический, это все, значит, состав устроился на том, что там должна быть смола. Ну, если говорить о том, что… Ну, как-то мы бы связали, знаешь, вот бальзамирование трупов, да, в том же Египте, да, с… Но там обязательно должна быть смола. Да, там обязательно должна быть смола. Вот поэтому мы говорим о том, что вопрос того, что назначение, если мы говорим о том, что для кого-то там, значит, греческое, бальзамное, лечебное, и он использует там 20 видов трав, и они лечебные, все хорошее, да, значит, это все проходит. Но если мы говорим о том, что определение базальное, то, если взять бальзамик, то, что соус, это же тоже, в принципе, не бальзам. Это уваренный сирон, это уваренный виноград. Нет, подожди, я в Мадене провел две недели и изучал технологии изготовления вот этого моденского специфического уксуса кулинарного. Ты знаешь, не все производители используют то, что ты называешь уваривание виноградного сока. Самое интересное, что в некоторых бальзамах, достаточно дорогих, увеличение концентрации сухих веществ в соке, частично стабилизированной уксусной кислотой, которая получилась в результате естественной работы бактерий уксусных, происходит за счет естественного испарения влаги, без подогрева. Да, мы говорим о том, что фигурят технологически, что они готовят вот этот бальзамический уксус, который они берут 10-20 бочек, которые переливаются одно и другое. И по мере того, как они переливают, оно же идет все время, как то, что в виноделии называется доля ангела. Да, 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 да. Это у коньячников так называется. Вот это, значит, потеря, которая идет при переливании из больше в меньше, она наблюдается. Почему у них выдержка там идут эти 15-25? Да, вот мы как-то с тобой резко перепрыгнули с напитка к другой категории бальзамические уксусы. Давай вернемся все-таки обратно к бальзамам как напитку. Олег, скажи, пожалуйста, вот в твоем концепте бальзам как напиток, он должен быть кисло-сладким, сладко-горьким, кисло-сладко-горьким. Соленое мы исключаем, да, из этой самой игры. Смотря где? Если в соусах, то... Нет, нет, соуса нет. Давай сейчас напитки. Напитки, да. Значит, но при этом некоторые ягоды, некоторые фрукты, они содержат достаточно танины, и они еще и танины, они придают, кроме вкусовых, еще и тактильные ощущения, да, языком чувствуешь его, что вот он такой вот шершавенький, такой специфический, он вяжет, да, вяжущие вот эти свойства, это уже тактильные ощущения. Каким, на твой взгляд, теоретически должен быть идеальный бальзам, который включает и смолу в том числе? У меня есть, скажем, значит, ну, если сравнить то, как раньше делали бальзамы, по описанию, да, мы возьмем тот же рижский бальзам. Нет, я о твоем, о твоем персональном ощущении... Я хотел как раз сравнивать, да, что, значит, бальзамы, которые делались, вот так сказать, на что ориентировались, что бальзам должен быть густой, он должен быть черный, вот, он должен иметь много видов, там, значит, разных этих вот трав. Я, значит... Нет, а пищевкусовая концепция какая? Вот поэтому у меня, значит, отличается в чем? Для меня очень важно здесь не только соответствие вот этого, да? Да. Значит, я, значит, считаю, что больше важная должна быть сама гастрономическая часть, кулинарная часть этого состава, чем, значит, соблюдение того, чтобы он был настолько там, значит, черный, или настолько там, значит, чтобы он был густой, или чтобы он там был горький. Я, например, не... Что ты понимаешь под понятием кулинарное? Чтобы, значит, используем, например, взять, значит, того, что используют в составе горькой, там, полынь, горяча, все то, что, значит, все это, значит, дает горечь. И когда ты делаешь, поэтому, что этот горечь надо убирать, что дает сахар? Сахар для того, чтобы, значит, снял, значит, вот эту горечь, это, с одной стороны, с другой стороны делают жены сахар, чтобы он был черный. Получается, что мы делаем? Значит, мы, как бы, с одной стороны, делаем лечебный, с другой стороны, не всем это будет хорошо, вот это лечебное. То есть, сочетание того, что надо перебить... Хорошо, если ты хочешь придать достаточно интенсивный, глубокий цвет, то ты просто используешь орех недозрелый, производишь окисление юглона до практически черного компонента, который хорошо растворим в водно-спиртовом растворе, и у тебя получается и лечебный, и совершенно интересный ароматический, и интересный вкусовой и посткусовой. Но вот как ты видишь соотношение кислого, сладкого и горького в бальзаме? Вот как они у тебя в голове сложны? Ведь перед тем, как делать... Друзья, я пробовал бальзам льва, и уже немного представляю, как у него устроен мозг и его пищевкусовые преференции. Просто извини, вот раскусила я тебя. Но вот мне интересно, как ты видишь это, с какой стороны ты подходишь к формированию состава, и что ты хочешь в конце получить. Потому что, да, человек посмотрел цвет, прозрачность, тягучесть, его первое ощущение. Послушал букет, попробовал, и что он должен ощутить? Ну, во-первых, я хочу вернуться к этому зеленому ореху. Я считаю, это, конечно, великолепное включение, и я тоже этим пользуюсь. Именно зеленый грецкий орех молочной спелости – это то, что является большой основой для таких вот бальзам-составов. Потому что как цвет, как цвет, и то, что там говорят, он не столько дает этого йода, сколько говорят о йоде. Иглон, да, но просто, когда представляют, что, значит, мажутся руки, это считается, что это, что это, они, значит, это йод. Йод – это полезно. Йод – это водоросли, а не орех – это орех, это другое. Орехи – это йоглон, да. Это йоглон, это витамин С, который больше, чем черной смородине. И, то есть, он действительно очень полезный. И когда это в созревании молочной спелости, он действительно, значит, он подходит по всем параметрам, по-то, что, значит, он заслуживает того, чтобы он там был, и был одной из основ. То есть, это… Друзья, я просто фантастически балдею от разговора с львом. Я в третий раз пытаюсь его подвести к одному вопросу. Пищевкусовая концепция твоих бальзамов. А лев с исключительно тонким еврейским юмором и еврейским подходом меня уводит. То в орех, то в бальзамирование трупов. Нет, я не выхожу от этого. Это я просто… Это такие маленькие ремарочки. Да, чтобы получилось, как в этом анекдоте, да, поцелуйте мне в плечо, да, когда-то он расскажет, говорит, почему ничего. Ну, что же, далеко начнем. Нет, я ничего здесь не увожу. Я просто хотел подчеркнуть, что действительно я согласен с таким подходом, что вот именно зеленый грецкий орех, он должен быть, и он действительно является и полезным, и нужным компонентом. Я не считаю, что все компоненты, которые я видел в бальзам-составах, там разные, там, значит, то, что и Ричка, и Красная Поляна, там, и все-все-все, которые здесь у нас, и там, значит, и Уник, ну и так далее. Очень много бальзамов, которые там фигурируют, и они там есть. Я считаю, что, например, не должно быть количественно, значит, афиат навелся вначале на 24 компонентах, потом сделал 26. Это уже было… Об основе. Об основе, значит, тем, что хватало 24. Но мне хотел 26, потому что 26 – это имя Бога. Поэтому здесь это… Эти компоненты не лишние. Тебе нравится поэт Хлебников? Поэт Хлебников нравится, он тоже был склонен к нумерологическим всяким интрижкам. А, ну, евреев, это вообще развито. Да? Да, нумерология – это, то есть, это… Во-первых, все, каждая буква имеет число. Да. Поэтому, значит, комбинация всех этих букв означает какие-то числа. Поэтому эти все числа не имеют дальше, так сказать, определения. Поэтому здесь это… Оно может определить одно, может определить другое. Значит, 26 компонентов ты выбрал из соображения того, что это число Бога. Имя Бога, извини, не число Бога, имя Бога. То есть, в нумерологической транскрипции имя Бога. Лев, скажи, пожалуйста, а когда мы сможем попробовать твои бальзамы, заплатить тебе денежку и выпить по полтинничку? Ну, буквально через уже… Через уже. Через уже. Это совершенно фантастически, фантастически одесский ответ. Поэтому мы можем с честью сказать, с уверенностью сказать, что Одесса – это пригород Кишинева. Да. Да, значит, они нам тучили. Я думаю, что где-то, в принципе, у меня готов самое главное. То есть, у меня готов именно бальзам-состав, который я уже пускаю его дальше, как в настое. То есть, сначала делал бальзам-бальзам. Делаешь композиции, которые потом купажируешь. Да, потом уже, значит… После конечного купажирования. Сколько твой бальзам должен еще созреть, настояться, отстояться, вызреть, состариться? Любое слово выбери, которое… Ну, и идеальный, конечно, это, значит, можно его и через неделю. Можно. Но идеально-то где-то, я думаю, месяц-полтора, вот так это достаточно будет. О, а вот я другого мнения, что орех, он требует двухлетней выдержки. Потому что после двухлетней, я понимаю, бальзам-содержащий орех, он совершенно-совершенно другой. Согласен с этим. Я говорю о том, что есть то, что вот сегодняшнее, если мы говорим, значит, насчет этого, как идеально, на выдержку, конечно, это лучше. Тут я… Я говорю о том, что вот если говорить, что сейчас оперативно, то достаточно, значит, это не придержит лучшему. Безусловно, если он простоит, значит, пару лет, конечно, он там… Он наберется всего. Мы говорим о том, что на сегодняшний день, если вот взять, да, как напиток такой… Потому что, ну, вопрос еще цены же тоже, чем дольше он стоит… Чем дольше стоит, тем дороже ингредиенты… Да. Экологически, чистое питание, напитки, когда ты выйдешь с твоим продуктом? Ну, я не знаю, значит, успели я сейчас уже выйти, потому что… А, зима уже, да? Нет, и 10 дней, и зима, и то, что я уезжаю где-то на полтора месяца, поэтому… Ну, ясненько, ясненько. Скажи… В новом году, после, ну, как… Скажем так, начиная где-то с февраля, это я уже буду готов. Потому что я перед отъездом, значит, я уже заряжу, вот оставлю здесь состав, он будет здесь за пару месяцев стоять, ему хватит для того, чтобы, значит, для этого, ну, для этого, так сказать… Понял. Ну, я тебе хотел задать вопрос, про используешь, какой спирт используешь для настаивания, используешь ли коньячный спирт, выдержанный коньячный спирт, или выдержанный кальвадос, или непонятно что… Но я все-таки задам тебе вопрос по поводу книжки. А, чего принес? Чего принес? Чего принес-то? Ну, это я принес то, чтобы показать, что такое вообще, значит, если… Просто мы… Очки ищешь, они у тебя на… Нет, я сейчас… Да, я уже очки искал, да, тут уже… А здесь еще можно себе как-то… Да, вот со светом тут, конечно, беда, да. Пока Лев ищет цитату… Книжка, что это? А что такое, значит, именно, откуда взялось определение бальзам? Да. Вот, значит, бальзам взялся из воскурения благовония. Да. То есть была процедура, ну, была, значит… Она и есть, да, во многих религиях. А, ну, сейчас нет процедуры именно благовония, потому что уже много лет нету жертвоприношения, нет, поэтому сейчас и нету такого. Да, но Ладан ведь курят в церкви, то есть… Ну, в церкви, может быть, курят. Да. Да. Но я говорю… Не курят в смысле, а… Да, я понимаю. Жгут, да. Нет, я говорю о том, что как раньше шла процедура. То есть, когда был храм, во время храма, когда было жертвоприношение, когда животное, там, значит, была, значит, процедура воскурения благовония. То есть это было отдельно, вот это называлось китарет. Вот китарет – это то, что, значит, именно, вот это в переводе на русский, это корона, с точки зрения уже духовного, это сфера. Вот она первая. Она называется первой, вот это бальзам. Поэтому то, что мы говорим, то, что мы обсуждали. Вот. Ну, вот здесь вот такое обращение, там, и Господь сказал, мы же, возьми себе благовоние. Бальзама на первом месте. Поэтому я все время, значит, крутился вокруг этого. Почему это для меня было так важно? То есть можно было, конечно, обойтись и другим составом. Без этого, то есть сделать то, что подлечебное, значит, и я не говорю, что то плохо. Значит, каждый делает то, что… Продолжить цитату бальзама. Бальзама, гвоздики и гальбана. А что это? Гальбан – это тоже, это вид бальзама там. То есть они разные, потому что ладан – это тоже бальзам. Тоже бальзам, да. Вот. И других благовоний, и ладана чистого. Вот это, значит, первые четыре. Это первые четыре группы. Я тебя перебью. У меня есть возможность раздобыть чистейший ладан из Эфиопии. Без посредников. Напрямую. Я обязательно поэкспериментирую. Так, может, мы потом поговорим, чтобы не при всех. Да. Так, значит, пусть будет их четырех видов. То есть это первая группа, потому что это группа, которая там, значит, была мера взвешивания. Манны, значит, это полкило примерно. Вот, и вот это каждого по семьдесят и манны. Вот. Вот это первая группа. Потом идет другая группа. Там идет уже по шестнадцать манны, там, значит, и других. Вот. Названных по имени. Всех поровну. То есть всех это одинаково. Потом. И сделай из этого искусно приготовленный состав для воскурения, размешанный, чистый и святой. То есть это, в принципе, процедура имеет еще такое, как священное действие. Это не просто состав, это то, что, значит, ведь когда даже, значит, были жертвоприношения животных, это же тоже шло, значит, процедура, где она предусматривала то, что, как бы, животные шли туда с радостью. Так это. Потому что это было, значит, условие Бога. То есть это, ну, я сейчас не могу сказать, как это было там, у кого какая, но я говорю о том, что вот как по процедуре это проходило. И истолки его мелко, и воскори перед ковчегом, свидетельством. Вот. Ну, и шатряк откровения тоже. И потом уже дальше, значит, Бог будет являться перед этим. То есть это... Так. И что еще? Друзья, это... Насколько я понимаю, вот Лев был вдохновлен, цитатой из... Я просто сейчас, если много там говорите, вы тратите это время. Тора, нет. Это не Тора. Нет, это Сидор, это молитвенник. Молитвенник. Лев был вдохновлен из молитвенника и тем, что там четко прописывалась даже рецептура для бальзамического воскурения во время жертвоприношения животных. И так как семантика слова «бальзам», мы с тобой четко определили, что это выделение определенных деревьев, определенных растений в виде смолы, в виде смоленистой такой вот жидкости. Жидкостью ее нельзя назвать, да? Скорее всего, да? Это вот такая вот густая смесь. С определенными реологическими характеристиками. О как! Потому что смола в такой жидкой форме, она не подчиняется ни законам твердых тел, ни законам жидких тел. Поэтому вот есть такая наука, которая изучает, реология, которая изучает физические, физико-химические свойства. Но в первую очередь физические свойства всяких таких вот полутвердых, полужидких составов. И вот эти выделения определенных реологических характеристиками, они являются основой того, что по твоему понятию, по твоему представлению должно быть обязательно в «бальзаме». Игорь, у меня одна просьба, я все-таки, я получил вопрос, и я сразу не в того начал. Я хочу все-таки вернуться к истокам. Ведь на самом-то деле, это же, я просто начал говорить, это не то, что я придумал. Придумал-то это не я. Ведь это то, что, значит, рецептура ко мне, которую я просто дорабатываю, с которой я уже работал в процессе, она мне досталась издалека, издревле. Потому что это было, занимался этим мой прадед. То есть это, значит, не то, что я создал. Поподробнее, пожалуйста. Я начал говорить о том, к чему я пришел. Вот с этого момента, значит, не прадед, это три поколения назад. Да. Расскажи, пожалуйста, это как? Это так, что, значит, у меня, ну, это да, уже взять историю, как это было, значит, это моя бабушка, которая родилась в Риге, наверное, она имела отношение когда-то к критическому бальзаму. Ну, она тогда, ну, этого я не знаю, значит, это просто, говорю, она родилась в Риге, и потом она жила в Петербурге. В то время, значит, в принципе, она не могла бы жить. Странно, ведь была черта оседлости. Да, была черта оседлости, но у ее мамы, там, значит, ну, я так понял, как это, как ее отец умер, кажется, так это, и мама там, ну, мама моей бабушки вышла замуж. И ее муж был купец второй гильдии. Значит, там нужно было иметь первую гильдию, и часть каких-то там, значит, профессий там, можно было иметь вторую гильдию. Вот у нее была вторая гильдия. И тогда тебе разрешалось? И тогда разрешалось жить в Питере. И благодаря этому моя бабушка переехала потом в Питер. Она, значит, получила великолепное воспитание, вот, и она, не она ходила в школу, а учителя ходили к ним домой. Поэтому она получила хорошее образование. Потом она поехала к своему брату или братьям, в Америке это было. И там она вышла замуж. Вот, к сожалению, как это оказалось, это было первый раз. Вот, ну, правда, тут история такая, что они во время этого, это была гражданская война. Каким образом, как это было, я даже себе это не представляю. У них было турне, у нее муж был начинающий писатель, там, значит, журналист. И они поехали собирать какие-то материалы. Они были в Европе, вот. И она мне рассказывала, вот, и на минуточку можете представить, что это было во Флореште. Где Флореште, и где Европа, и где она рассказывает про праздник. Это вот здесь, вот за поворотом, после за Кишиневом, в сторону Бельц? Да, да, да. Это в сторону Через Аргеев, до Каменской развилки, налево, и туда, значит, до Флорешт. Направо в Собоке, налево в Флорешт. И они приземлились во Флорештах с целью? Нет, они во Флорешт еще не приземлились. Я просто рассказываю уже предысторию такую. Это, как вообще-то, ну, тут, как это... Детективное получается немножко. Ну, это, в принципе, почему-то я рассказывал об этом, может быть, это неинтересно кому-то. Хотя, я думаю, что это достаточно, так сказать, здесь это, ну, исторически это увлекательно. В чем? Бабушка приезжала, они приехали в Европу, и они были в Швеции на спортивном празднике, сидели в одной ложе с королем Швеции. Вот что я тебе говорю, какой... Был того, что, значит, какая бабушка была у меня, когда она была во Флореште. Понимаешь, где ложе и где это. А после этого, каким образом они пошли, или попали туда уже, в Питер, не знаю, он поехал собирать материалы насчет, там, значит, коммунистов, коминтерных, может, он тоже был какой-то там, левого взгляда, не знаю. Вот, потом они стали когда оттуда выбираться. Вот этот момент, я не знаю, как это было, значит, им посоветовали ехать на Румынию и через Террасполь. В Террасполь, когда они попали, проходящие там войска, окажется, Деникина, вот, он пошел, они там прятались, где-то в подвале, он пошел там, значит, набрать воды. Потом бабушка его нашла с перерезанным горлом, без денег, без паспорта, все. И она осталась одна в преднестровище, когда это был Террасполь. Вот она осталась там, и вот там, значит, она была беременна, у нее родился ребенок там, мальчик, и он потом умер. Вот, и потом она вышла замуж. И вот, когда она вышла замуж, она вышла замуж за Александра Лейбовича, его написали Леонтьевич, потому что меняли вообще. Ну да, да. Вот, моего прадеда звали Лейб. Вот, и когда она вышла за него замуж, она, соответственно, стала тоже Гешкович. Потом родилась моя мама, которая была Гешкович до определенного времени. Потом вышла замуж, и появился я, который стал Зусманом. Вот это, значит, переход фамилии, как это произошло. И как это все связано с бальзамом? Связано с тем, что, значит, это... Три поколения назад и бальзам. Связано с тем, что меня назвали в честь прадеда. Причем, почему-то назвали в честь прадеда, потому что так получилось, что у родителей родился первый ребенок, мальчик, его назвали Саша. В честь отца моей мамы. Вот. Его в 37-м году арестовали за то, что у него была связь за границей. Он же жил в Тирасполе, хотя он участвовал там, как-то там, значит... То есть, почему он вообще жил в Тирасполе, я тоже не знаю. Вот. Он переписывался с папой, который жил в Кишиневе. Это была связь за границей. А, ну да, серьезно. И в 37-м году его арестовали. В 42-м году он умер. И я деда не видел. Я только слышал о нем и знал. Но мама... У нас же это принято, что детей называют в честь ушедших. И мама назвала мальчика Саша. Но Саша через 17 дней ушел. Потом, когда родился я, меня уже нельзя было назвать в честь ушедшего, потому что там уже мальчик ушел. И меня назвали в честь папы моего деда. И я уже стал Левой. Так и писался Лева, пока у меня не родилась дочка. Когда она родилась, у меня в метрике было написано... Друзей, извините. Лев, Лев, Лев. Какой ты Лев? Ты Лева. Я был Левой до момента, пока у меня, значит, не родилась дочка. И когда она уже родилась, я не хотел, чтобы она была Левовной. Я пошел, по-моему, в метр, стал Лев. Назван я, значит, именно в честь деда, которого звали Лей. Вот поэтому та связь, это то, которую, значит, скажем, у нас была. А он каким образом имел отношение к кофе и бальзамам, и к напиткам? Он имел отношение к этому еще, потому что он был провизор. И когда он был провизор, он учился. Он учился здесь, ну, как там, все, тогда учились в Хедере. Вот, и он закончился. Нет, подожди. Вроде на провизор его учились в Киеве. Это... Учились... Нет, мы говорим про то, что когда он был в школу. Потом, значит, он у него... В Польше, да? В Польше, да. Учились... Он же не сразу стал провизором. Да. Он, значит, вначале, когда он учился в школе, а после школы он увлекся этими травами. То есть это он... Он был, видно, очень... Я думаю, так это талантливый, потому что он несколько лет провел здесь, в деревне, где, значит, он здесь это изучал. Что-то там, значит, он там получил какое-то образование. Значит, провизором все это надо было... Это уже было высшее образование. Да. Это было отдельно. Это было потом. Я говорю, на этапе до того, как он, значит, я не знаю, где он учился. В Варшаве или... Дело в том, смотри, что большинство провизоров-евреев, они учились, как правило, или в Варшаве, или в Киеве. Да, да. А я говорю, что, значит, до этого, потому что, значит, он потом работал провизором. Потом. А до этого, значит, он просто занимался тем... Если его школа была, когда он работал в деревне, он там занимался этим, значит, всей этой подготовкой, то, что это... он там кстати он имел там исключительный случай там были он должен провести три года провел там пять лет в деревне то есть место то есть сельской местности можно было значит и и не иметь это высшего образования то есть там длина была цена другой поэтому значит для села там где я не помню где это было значит там он был уже значит не в городе то есть ты в селе должен был в качестве ну такого младшего провизора провести до 3 года но он там провел лет вот получил какой-то опыт потом получил образование и далее был провизором не знаю а был провидор здесь но не знает где действие значит можно еще я к сожалению это я знаю что у меня еще родственник здесь был дядя соломона джидерский он был тоже здесь провизором на советское время но он был тех лет но он был старше моего деда ну вот поэтому я сейчас не могу пока это установить я буду тут в принципе все логично то что ты рассказываешь потому что на сегодняшний день порядка 60 процентов всех медицинских препаратов это препараты на основе растительного натурального растительного сырья а в те времена которых ты говоришь это 80 100 лет назад практически 90 140 лет назад это 95 процентов всех медицинских препаратов были на основе растений лекарственных растений так называемых и получается так что провизор готовя композиции для вылечивания той или иной болезни он фактически готовил какой-то бальзамчик очередной бальзамчик потому что большая часть вот этих вот биологически активных веществ они растворяются в неполярных растворителях это так называют провизоры спиртер не полярный растворитель дело там что вода это полярный раствор а спирт неполярный растворитель а водно спиртовый раствор с 40 процентами объема неполярного растворителя называется водочкой. А большинство растений экстрагируется в 60% неполярном растворителе. Я это делаю от 67 до 69. Вот так вот, ребята, мы только что вытащили из Лёвы, и вот самый важный секрет, до 69% объемных алкоголя в растворе, которым Лёва экстрагирует вещества из растений. Да, мы пытаемся здесь еще... Почему так? Ну, я вообще, так сказать, когда-то разговаривал с одним известным виноделом, и он тут посоветовал делать это до 70. Но не доходя 70. Поэтому я делал так, это идеально, это 68 и 69. Вот так вот. А знаешь, почему виноделы считают 68-69 самым идеальным соотношением для экстрагирования? Каждая специальность имеет свою профессиональную деформацию. Ну, психические там всякие отклонения. Дело в том, что когда виноделы перегоняют виноградное вино в первичный спирт, а потом первичный спирт перегоняют в конячный спирт, который закладывают в бочки на выдержку, а потом из которых ангелы в каждый год отбирают от двух до трех процентов доли, своей доли, доли ангелов, то закладывается на выдержку 65-68 процентно объемный, по объему конячный спирт. Потому что именно при этой концентрации происходит самое эффективное и самое качественное созревание, старение, взросление и облагораживание этого чудесного напитка. И уже потом, только перед тем, как передать его потребителю, оно доводится до 40-ка объемных процентов. Поэтому, это я тебе говорю как винодел, дело в том, что я молдаванин, но у меня есть моя потомственная линия, мой папа был винодел, мой дедушка был винодел. Так винодел-технолог. Да, поэтому, а я-то не технолог, я-то вообще, если ты говоришь так, что когда-то, так сказать, по образованию я инженер-механик по ремонту тепловозов, поэтому это не очень сильно вяжется с этим. Мари Лукру. Да. Я тоже работал ликвидатором госпредприятий, и что, я не юрист, и что. Да, нет, ну я просто, как, я изучал уже, так сказать, по мере дальше интересов, мне стало интересно еще когда, когда, ну у меня же здесь был когда-то ресторан, вот, и когда я приехал уже, у меня мама ушла в Америке, кстати, тоже история, бабушка родилась в Риге, жила там, потом, значит, жила в Америке, приехала, она умерла в Флорештах, похоронена там. Мама моя родилась в Террасполе, жила здесь, во Флорештах, она похоронена в Америке. Вот, поэтому, как нас куда кидает, вот, я уже просто думаю, что мои родственники, кстати, как я предполагаю, то, что вот прадед, мне кажется, что их линия, она пришла от Германии, вот, а я сейчас живу в Германии, поэтому, значит, я уже, так сказать, вижу, где я закончу. Флорештах, так получается. Так это получается, ты взять, что вот как мы перемещаемся, да? Нет, нехорошую линию мы сейчас с тобой начали, ну ладно, потому что это сюжетная линия, никто не знает, где мы закончимся, важно, чтобы мы закончились с чистой совестью, и чтобы, пока мы не дойдем до этой точки, когда мы закончились, чтобы мы что-то создавали. Вот Лёва создает бальзама. В следующий раз, друзья, мы обязательно с Лёвой поговорим по поводу бальзамов в виде соусов, в виде другую тему. Мы не будем смешивать одну тему с другой. Друзья, я благодарю Лёву за содержательный, интересный разговор, с вами прощаюсь, и надеюсь, что мы с Лёвой продолжим, потому что очень интересный и неординарный собеседник. Вам всех благ. Спасибо. Слушаю.